Девушки отдыхают Тут случилось то, что я блондинка Что это? Беримор? Стакан? Все Сдаюсь Привет, расскажи немножко о себе Слушай, ну на самом деле Пришла в профессию довольно давно Пришла в небольшую компанию В небольшой стартап Младшим системным администратором Компания с тех пор выросла Это вообще на самом деле был Яндекс Я там проработала много-много лет У меня там был отдел системного администрирования Потом это стало много-много отделов Я отвечала за непрерывную Бесперебойную работу компании Яндекс Ну а теперь вот полгода уже Работаю в Mail.ru довольно счастливо Я отвечаю теперь За то же самое, но в Mail.ru Слушай, и про эксплуатацию Есть много разных терминов Да, это и просто эксплуатация Системный администратор СРЕ, СЕ, ДВОПС Расскажи про каждую подробнее Или это одно и то же Или чем они отличаются? Слушай, ну на самом деле Системный администратор Это в общем довольно такое широкое понятие Начиная там от того, что человек Может быть совершенно отвечать За какой-то небольшой офис Где у него там пять компьютеров Три принтера И он, собственно говоря, подчиняет эти принтера Это основная его работа Но в таких компаниях, как там Mail, как Яндекс, как Google Системный администратор Это все-таки ближе к тому, что называется сейчас Модным стильным словом С РЕ, ДВОПС Что бы это ни значило Потому что это люди, которые отвечают За работоспособность сервиса Это с одной стороны С другой стороны Это обычно много серверов Много всякого разного Знания о технологиях О том, какое вообще что есть на рынке Какие базы данных, какие веб-сервера Чем они отличаются Зачем, почему, как, чего применяется Очень много рутинной работы Которую надо автоматизировать Поэтому И писать код тоже надо Ну, как бы то ни было То есть все То, что сейчас называется Системный администратор Unix-инженер Они по большей части программируют То есть все знают Ну, BASH это понятно Python тоже понятно Вот сейчас модно Да, Python Ну, что автоматизируется на нем До этого это, собственно говоря Был Perl Ну и куча разного Знание EC тоже полезно Как бы самая лучшая документация По Linux Это в ядре Linux Это надо пооткрыть код Почитать его Посмотреть, как там Что устроено Ну и, собственно говоря Вот То есть представление о программировании Надо иметь Надо иметь представление О тех технологиях Которые есть на рынке Как их применять О том, как строить тот же самый Highload Который Которые миллионы Миллиарды пользователей Запросов И всего там Ежедневно Ежечасно О том, как строить То, что сейчас называется High availability То есть это Отказоустойчивые И надежные системы У большинства современных компаний Обычно несколько дата-центров Которые географически расположены И задача выдерживать Н-1 дата-центр Она, в общем, по большей части Есть тоже у всех Давай вернемся немножко в прошлое Очень интересно Как вот Самый начальный этап Почему ты выбрала эксплуатацию Как ты в это пришла? Вообще все приличные девочки Когда-то, когда я все это начинала Хотела стать бухгалтерами Я тоже хотела стать бухгалтером Поэтому я пошла на эти курсы И там мне показали такие штуки Как вот Феликс Вот эта вот машинка Которую надо крутить И на ней считать И счеты Я решила, что это довольно-таки сложно Осваивать этот Феликс счетами Поэтому пошла изучать компьютер Пошла я изучать компьютер В ближайшей московской инженерной физической На факультет кибернетика На кафедру электронной вычислительной машины Поэтому я выяснила, что в этом компьютере Кроме Варда и Экселя Есть еще куча всего То есть там есть всякие разные Процессора, памяти Там какие-то есть конвейеры Все это как-то обрабатывается В общем, какой-то кошмар внутри происходит Ну вот, под конец я обучение Хотела действительно стать программистом Мне уже как-то понравилось На первых этапах У меня довольно сложно это шло А в конце мне уже прям вот поперло Писать код Но так получилось, что человек увлекающийся Поэтому вот как бы я садилась И я вечером писала код Потом я вечером следующим открывала глаза И понимала, что я уже сутки пишу код Там все получилось, все здорово Я решила, что Сложно Надо что-то попроще Пошла в эксплуатацию, админом работать Ну вот тут вот в общем и застряла На самом деле Оказалось, что, конечно, тоже сложно Ну, в общем, вот Вот действительно интересно В какой момент принимаешь решение Быть тебе программистом или админом? Ведь вряд ли это проще? Это как что-то другое Это по-другому, да Как люди в это приходят? По-разному На самом деле Я вот вижу Работу со студентами У меня она постоянная В общем, в жизни так получается Уже там последние много лет И в Яндексе она была И вот сейчас Мэйли она появилась У нас прекрасный технопарк Там уже прекрасные студенты Я их на этой неделе видела Они хорошие Знают пока, конечно, не очень много Но активные хотят На самом деле Люди, конечно же В студенчестве приходят Пробовать себя В качестве программиста И в качестве администратора И в качестве, я не знаю Может быть, кого еще угодно Ну, то есть Если разговаривать про IT То, наверное, это, в общем Две таких основных профессии Куда люди приходят Пробуют Кому-то нравится Кому-то нет То есть Кто-то остается в эксплуатации Не понимает, что да, это его Кто-то, поработав немного Понимает, что нет, не мое Переходит в разработку Кто-то, поработав, наверное, в разработке Понимает, что Хочет глубже разбираться В каких-то там проблемах В каких-то тематиках Знать там Стэк того, чего происходит Ниже Под его Под его программой О том, как она там Эксплуатируется Как живет И тоже погружается в это То есть Поэтому Есть какие-то пограничные случаи Которые сейчас называются Модным словом Дивопс Которые вроде бы Как знают много чего И про И про железо И про эксплуатацию И про код Ну, в общем, полный стэк Поэтому По-разному То есть Сильно зависит, конечно От человека От того, как ему что нравится Как ему что не нравится Вот ты рассказал Про N-1 Про тебя ходит Легенда в Яндексе Вы когда-нибудь раньше ходили Что ты была тем человеком Который в свое время Имел специальный рубильник Который в любой момент Мог выключить рубильник Чтобы провести такое тестирование Расскажи про это поподробнее Виновна Да, я На самом деле Это была очень Долгая история Она началась С большого крупного инцидента Ну, то есть Как бы у Яндекса Было отключение практически На тот момент Всех их Всех дата-центров компании Но тогда мы были уверены Что все эти вот Тайры, которые есть там У тех самых Дата-центров Поставщиков Электричество Они, в общем-то Действительно есть Хотя вот Я сейчас сравниваю Столько времени прошло Современных коммерческих ЦОДов Конечно же Вот Сейчас все Все стало Очень сильно лучше И все хорошо И есть там Примеры о том Как современные ЦОДы живут Там несколько дней На солярке И все работает И все прекрасно Но тогда было бы Совсем другое время Это тоже надо брать В расчет Ну и Мы несколько часов Не работали После чего Настала задача Что надо Сделать все надежным Отказоустойчивым Чтобы все Вот Железно-бетонно Работало Ну как бы Бизнес все понятно Коммерческая компания Пользователи Ну и соответственно Мы к этому пошли Несколько лет Мы Анализировали Архитектуру Всех приложений Всех Наших сайтов Всего Программного Обеспечения Там Писали планы Задачи о том Как что надо Сделать для того Чтобы это все Работало Там где это было Сделать Ну не знаю Невозможно Или сложно Или еще чего Это мы обговаривали Сервис Level Agreements То что сейчас Называется SLA Ну конечно же Больше упор Шел на Публичные сервисы Типа там Почта Поиск Карты То что используется Пользователями И большая Нагрузка Вот Первое отключение Было очень страшно Вообще прям Очень-очень Очень страшно Прям совсем страшно Мы сидели По-моему там Половин компании И даже больше На тот момент И смотрели Как все это происходит Смотрели на мониторинге Смотрели Что Что происходит И как Ну Первое отключение Мы попробовали Отключились Почему-то Довольно быстро Включились Записали все баги Ну и как бы Продолжили дальше Ну и так Несколько итераций Ну в общем Дошли до того Что в общем Спокойно могли прожить Там час Минус один Дата-центр Ну и Понимали Что надо продолжать Эту практику То есть надо Тренировать Ну это как Не знаю Сантехники Например Если сравнить Если ты долго Кран не открываешь Не закрываешь То он у тебя Закисляется Там Ты его уже В нужный момент Не откроешь Без там Специального вызова Сантехника Бригады И всего такого Ну вот Поэтому здесь Мы тоже там Регулярно Эти краны Открывали Закрывали Ну и И это в общем-то Работало Скажем так Достижениями Я считаю Что когда мне Ночью позвонили И сказали Что тут До центра упал Я сказала Ну а Зачем вы меня Разбудили Как ты думаешь Где-то грань Между Программистами И стен администраторами В какой момент Программист Может сказать Типа Все Я за это не отвечаю Я не знаю Какая там база данных Это вот админы Или вот Нет этой грани На самом деле Смотри Мне кажется Что То что Админ Там Сайт Релобилити Инженер Он отвечает За За Приложение Из серии От кончика носа До кончика хвоста Ну то есть По-хорошему Конечно Он может залезть И в код И посмотреть Что там написано О том Как оно там работает Как устроено Как Как ему это чинить Если вдруг чего Ну и соответственно Тоже участвует В выборе технологий Потому что Ну есть хорошие технологии Для программистов Например Там С ними очень удобно писать Но жить с ними невозможно В режиме 24 на 7 А Есть Как бы Другая часть Программисты Ну Опять-таки Больше Наверное Могут сфокусироваться На тех фичах Продукта Которые Необходимы Ну то есть Дополнительный функционал Дополнительный дизайн Потому что Это тоже Программирование Дополнительный Какой-то Код Который Позволяет Проекту Больше Лучше Не знаю Масштабироваться Обслуживать Там еще больше Пользователей Ну то есть Разделение есть Есть разная теория Что оно как бы есть Что оно как бы нету Как правильно Как неправильно Ну вот Мне кажется Что в такой вот Парадигме Как сейчас у нас Здесь устроено В Мэйле Оно в общем-то Довольно Хорошо работает Не все наверное знают Как сейчас устроено В Мэйле Расскажи подробнее Ну смотри У нас Здесь в общем Плюс-минус Традиционная история То есть Есть эксплуатация Которая отвечает За За сервисы За их работу Вот То есть на самом деле Мы все сидим На одном этаже Есть несколько отделов Каждый отдел Посвящен продукту Или группе продуктов Ну в зависимости От того Как Какой Масштаб этого продукта Ну понятно Что почта Обслуживает там Несколько отделов Есть отдельный отдел Посвященный староджам Есть отдельный отдел Посвященный Вебу И всему остальному Есть отделы Которые Обслуживают Несколько проектов Потому что Ну потому что Проекты поменьше Обслуживаем практически все То есть У нас почта Как я уже говорила Поиск Портал Такие сервисы Как Delivery Club Быстро растущая Юла То есть Ну как бы Есть Социальные сети Социальные сети Мой мир Соответственно Есть проекты Которые были уже Написаны давно И которые являются Там не знаю Флагманскими базовыми И все 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 про них знают Но с другой стороны У нас очень много Быстро растущих проектов Например Юла Юла Которая там За какие-то За какой-то Короткий промежуток Выросла По аудитории И по всему Чему только можно В огромное количество Раз И с этим Мы тоже Справляемся Я знаю У тебя есть Какой-то приз И какой-то вопрос Значит Конкурс У нас есть Вот такой вот Приз Он довольно простой Это стакан С стакан С нашим Логотипом Хороший Брендованный стакан Его можно взять С собой На пляж Лето на носу Вопрос следующий А Предположим Мы Затеваем Какой-то внутренний проект Внутреннее облако Как бы вы его назвали Придумайте название Ну и лучший ответ Мы выберем В одном из следующих выпусков Вы получите Этот прекрасный стакан Слушай Я думаю Многим будет интересно Как выглядит архитектура Типичного Монорушного сервиса Сможешь нам Что-нибудь нарисовать Ну да А сейчас я нарисую Относительно типичную архитектуру Наших сервисов Которые мы сейчас используем Так как я уже говорила Ну мы стараемся Чтобы проекты у нас были Надежные Отказоустойчивые И мы стараемся Их разнести На несколько дата-центров Давайте для простоты Возьмем Что их два Они у нас находятся На разном расстоянии Мы их поделим ДЦ1 ДЦ2 Это два дата-центра Они Находятся Как я уже говорила На расстоянии Между ними есть Сетевой каналчик Естественно Много-много Информации гоняется Это два разных помещения У них отдельные Воды по питанию По сети И в общем Они между собой Довольно независимы Задача какая? Задача Понятно Большинство наших проектов Это веб-сервисы Поэтому у нас Стоят сервера здесь Стоят сервера здесь Обслуживающих Наших пользователей По вебу Здесь у нас HTTPS Мы стараемся Чтобы у нас Все было безопасно Поэтому у нас HTTPS Протокол Естественно В приоритете Таких серверов Обычно несколько Но опять-таки Все это зависит От того Какая аудитория проекта Какую нагрузку Мы ожидаем Что у нас С РПСами Поэтому от этого У нас рассчитывается Какое-то Какое непосредственно Количество серверов Мы ставим Соответственно Наши пользователи Юзеры Обычно попадают Либо сюда Либо сюда Поэтому у нас Вот здесь Есть балансировщик Нагрузки Естественно Перед ними Я его сейчас Попробую Нарисовать Другим цветом Ну и довольно Тоже схематично Такое слово Сервер Load Balancer Поэтому Пользователи По большей части Незаметно Для себя Попадают Сначала На этот Load Balancer А с него Уже попадают На веб-сервера Но для них Кажется Что этого Load Balancer Нету Они непосредственно Попадают Вот прям сюда Получают Красивые Веб-странички В качестве Технологий Ну обычно Здесь их Довольно много Мы применяем Мы применяем Красиво Веб-страничку Дальше Какая-то Веб-страничке Есть логика Поэтому Обычно За ними Стоят Сервера Приложений Которые 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 Обслуживают Попадают Сюда Дальше Дальше Задача Для надежности В качестве У нас Много Программистов Много Инженеров И много Экспертов Внутри Компании Которые Все это Делают Довольно Просто И быстро Могут залезть В код Что-то там Поправить В случае Того Если Это работает Не так Ну или Не так Как мы Ожидаем Соответственно У нас Нет зависимости От Поставщиков Каких-либо Внешних Решений Мы Довольно Флексибл В этом месте Ну то есть Мы довольно Подвижные Можем быстро Что-то менять Быстро Что-то делать Вот Это в общем и целом Такая Она традиционная Типичная Архитектура Поэтому Как бы В случае Потери Какой из этих Либо половинок Мы Продолжаем Работать И обслуживать Наших пользователей Соответственно Под всем этим Довольно сложная Инфраструктура Где-то мы Используем Непосредственно Железные сервера Ну очевидно Что для баз данных И для Хранилищ Логично Использовать Железные сервера А где-то мы Используем Облачные технологии Сколько у тебя Человек Подчинения 70 где-то Ну Мы Нанимаем Активно Поэтому Эта цифра Она такая То есть На самом деле Мы За последнюю неделю По-моему Сделали Несколько Оферов Поэтому Я надеюсь Что станет Больше И у нас Много Открытых Возиций Еще И сколько Серверов Они обслуживают Это Несколько Десятков Тысяч Серверов Которые Расположены В разных Дата-центрах В основном Это конечно Москва И Москва Вот Но Также у нас Есть сервера И в Америке И сервера В Европе И за всем этим Серверным парком Надо следить Ухаживать Обслуживать Его Если там Что-то ломается Это все Надо чинить Сами мы не ездим Естественно Конечно Ни в какие Дата-центры Но Всякая автоматика И Всякие Мониторинги Которые дают Заявки на Замену памяти Дисков Установку Новых серверов Все это у нас Конечно Управляется Из этого офиса Пока ты рассказывала Про объемы серверов Я представил Какой же объем Канала Должен быть Слушай Это несколько терабит У нас на самом деле Общая сеть У всей Mail.ru Групп И Мы по ней гоняем Много-много информации Но как ты понимаешь У нас есть Вконтакт Который показывает Кучу разного Видео Кучу разных Трансляций У нас есть Наши проекты У нас есть почта У нас там Есть сейчас поиск Есть всякая Разная Аналитика Которую надо гонять Между дата-центрами Поэтому Это довольно для нас Важная составляющая Что нужно знать Чтобы стать Хорошим Систем-администратором Ну Первого Наперво Конечно же Линукс Линукс Ну Так получилось В основном Конечно Компании Стараются Так Чтобы у них Клон был Везде одинаковый Ну то есть Если Центоз То везде Центоз Если Дебиан То уж везде Дебиан Если Убунту То тоже на всех серверах Ну проще Наверное За этим всем Ухаживать За парком Следить Обновления Единая База Единые репозитории Все это Довольно-таки Комфортно Удобно И приятно Вот Соответственно Конечно Знание Линукс О том Как что там устроено Как что взаимодействует Как устроено Межпроцессное взаимодействие Как вообще Все это загружается Как все это работает Почему так Что такой процесс И нет там Что внутри происходит Ну и дальше Уже вокруг всего этого Есть люди Которые больше Специализируются На автоматизации Есть люди Которые больше Специализируются На базах Данных Мне например Нравились в свое время Очень базы данных Я любила Всякое Разное Вокруг этого Есть кто-то Кто больше Специализируется На веб-серверах Ну то есть Знание Каких-то Либо приложений Вокруг Вокруг этого Линукса Ну то есть Что ты можешь Делать Что ты можешь Запустить Кто-то Больше знает Лучше Про сети Это специальные Люди Которые уходят Потом Скорее всего В Эксплуатацию Сети В дизайн Эксплуатацию Все там Бэкапить Как это все Надежно Сохранить Ускорить У нас Практически Вся эксплуатация Знает Что такое Команда Эксплейн Как с ней работать И это В общем Давно и нормально Посмотреть Планы запросов Найти Какой-то Тормозящий Запрос Может быть С разработкой Обсудить Про то Как его Модифицировать Ну то есть Это нормальная Работа Тоже Человека Из эксплуатации Где-то Написать Код Автоматизировать В общественном Мнении Админы Представляются Как Ребята С большой Бородой В растянутом Свитере И ты Такой Да Антагонистический Персонаж Сложно ли тебе Работать В таком Более Мужском Коллективе Сложный Вопрос Потому что Я уже Много лет Работаю На самом деле Ну во-первых Привыкла Начнем с простого Во-вторых Если говорить Про Яндекс То у нас Было довольно Таким Много девочек В эксплуатации У нас Базами данных Много занималось Девочек Много Пришло Именно В Системные Администраторы Отвечали За сервисы И Последние годы Это становится И И не только Вот прям Вот мужской Мужской профессией Потому что Когда-то Давным-давно На заре Опять-таки Всего этого дела Когда тебе надо было Ездить в дата-центр Крутить сервера Доставать Мы до сих пор С подругой Вспоминаем Как мы с ней вдвоем В каком-то там году Сидели На полу В дата-центре Вот мы вдвоем Вытащили этот тяжелый Большой-большой Многоюнитовый сервер А Потом мы его вдвоем Посадили на пол Потому что В общем Отнести специальное место Мы не смогли И сидели Вот так вот Отверточками Крутили И за этим Занятием Нас застали программисты Они зашли До сих пор Это такой вот Таня И Наташа Вот они Вот это вот Все делают Ну вот это вот У нас с ней Такое воспоминание Много лет Сейчас такого Конечно уже нету Поэтому Как бы Это работа С софтом Работа за тем же Столом В том же офисе Так же все комфортно Удобно Но она ничем не отличается Сейчас от работы Программиста Которая в общем-то Никогда не Была такой Чисто мужской Прям Девочки Программисты Это довольно Частое явление Поэтому Системный администратор Ну Сайт Релабилити Инженер Наверное Это в общем И женская Сейчас профессия Какой у тебя Ноутбук? Apple Что лучше? Bash или Perl? Bash Стартап Или большая компания? Стартап Большой компании На что Последнее Тебе не хватило денег? На яхту Слушай На яхту Отличный ответ Все сразу поймут Уровень зарплат В Мэйлру Точно А секью Ли там-там? А секью Вконтакте Или одноклассники? Вконтакте Кто твой кумир? Слушай Я на самом деле У меня нет такого Прямо вот одного кумира Но я считаю Что многие люди И в российском И в зарубежном интернете Сделали довольно много Для этой индустрии И Мне повезло Со многими из них Я знакома Назови крупных российских На самом деле Горжусь тем Что была знакома С Ильей Сигаловичем А знакома С практически Многими российскими То есть С основателями Практически всех компаний Российских Я знакома Ты очень светлый Чезарный человек Это было Отличное интервью Спасибо тебе У нас в студии была Татьяна Бахаревская Заместитель технического директора Mail.ru Group А вы подписаны на наш канал Ставьте лайки И жмите колокольчик Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому